Как справиться с осуждением? Каждый из нас, наверное, в той или иной мере попадал под осуждение, осуждал сам. И я думаю, что каждый из нас в определенных процессах думал, как мне с этим справиться. Как мне справиться с осуждением других обо мне? И как мне самому справиться с осуждением, которое внутри меня встает, чтобы мне не осуждать других? И вообще, что нам делать с этим процессом, когда он поднимается внутри нас? Я готовился, я размышлял, я получал откровения. И вот сегодня дам вам три инструмента, которые могут помочь справиться с осуждением. В анонсе вы могли прочитать следующее. Люди склонны искать один недостаток, за который будут судить и осуждать долгое время, не замечая того доброго, которого гораздо больше. Почему в мышлении человека такая конвертация? Что одна ошибка стоит так дорого, а множество сделанного добра так дешево и воспринимается как должное. Вот это такой посыл для размышления. Сталкивались ли вы когда-то с тем, что вы можете делать много доброго, а потом что-то делаете ошибочно? И почему-то ошибочное перекрывает все остальное так, как будто этого вообще и не было. И точно так же бывает и в отношении, когда мы о других людях судим. Когда ты смотришь на человека, и человек допускает какую-то оплошность, какую-то ошибку, и эта ошибка перекрывает в твоих глазах все остальное, как будто он весь состоит из этой одной ошибки. Но ведь это не так. И мы умом своим, мы понимаем, что это не так. Но где-то наша душа, ей тяжело справиться вот с этим. Вот моя задача, которую я сегодня перед собой поставил, показать пути, как мы можем преодолевать эти процессы. И первый инструмент, первый раздел учения – это осуждение или суждение. Вот первый инструмент для того, чтобы выйти из состояния осуждения, нужно научиться не осуждать, а рассуждать. И если мы научимся отделять и понимать, где есть суждение, а где осуждение, тогда нам будет гораздо проще выходить из вот этой ловушки дьявольской, когда он подсовывает нам это приторное чувство осуждения кого-либо, или даже можно говорить и о самоосуждении. Мы способны обратить в осуждение даже не поступок или ошибку, о том, что на наш взгляд является таковым. Когда мы впадаем в осуждение кого-либо, не всегда однозначно мы правы. То есть что-то может быть на наш взгляд ошибочным или каким-то проступком, но если вникнуть в это, то может оказаться, что это не так. Так, вот одно из мест, которые я хочу вам зачитать, Евангелие Иоанна, 10 глава, с 30 по 36 стих. Иисус говорит, «Я и Отец одно». Точка. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. То есть это заявление спровоцировало их для того, чтобы они сделали зло. Иисус отвечал им. Вот заметьте то, что Господь говорит. «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, человек делаешь себя Богом». Иисус отвечал им. «Не написано ли в законе вашем, Я сказал, вы Боги? Если Он назвал Богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы, говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий». Посмотрите, насколько интересно разворачивается сюжет. Иисус говорит истину. Он говорит, «Я и Отец одно». Но это заявление будоражит мышление окружающих Его иудеев, и они принимают на себя осуждение. Они принимают решение предать человека смерти, побить его камнями, потому что его взгляд не смог вписаться в их понимание. Что делает Иисус? Разве Христос не мог спустить на них суды Божии? Или, как Илия, призвать огонь с неба? Если вы читали книги Царств, когда сотника, извините, пятидесятник, человек, военачальник над пятьюдесятью приходил, и огонь с неба сходил по слову Илии. Конечно, Христос был в силе, но Он не совершает это. И Он даже не пытается оправдаться. Он побуждает их к рассуждению. Вот если мы хотим научиться справляться с осуждением, и мы чувствуем, что кто-то осуждает нас, или мы сами чувствуем, что начинаем кого-то осуждать, или мы сами себя осуждаем, первое, что необходимо, попробовать дать другой взгляд на обстоятельства и на ситуацию, посмотреть под другим углом, дать возможность высказаться об этом. Когда они взяли камни, чтобы осудить Его, Христос начинает их отправлять к Писанию. Он говорит, в Писании написано, и Писание нарушиться не может. То есть Он побуждает их к рассудительности. Он дает им возможность как бы такого диалога. Но они не были готовы изменить точку зрения. Вот когда мы с вами пытаемся что-то оценить, и начинаем осуждать, и не даем возможности другой точки зрения быть высказаны, это не значит, что она будет принята, но она имеет право на высказывание. Я имею в виду точка зрения. Когда мы даем возможность высказаться, рассуждать, часто вот этот вопрос, он закрывает дальнейшие притязания на то, чтобы это изматывало, опустошало и какой-то проказой покрывало твое сердце. Люди, которые окружали Иисуса, если мы говорим в контексте стихов, прочитанных мною, они не были способны изменить точку зрения, потому что люди, позже Христос свидетельствует, больше возлюбили зло. От этого оценка таких действий, они больше приверженцы зла. И вот эта особенность человека, он пытается как бы осудить то, что является злом в его глазах, при этом сам оставаясь злым. Вот это то несоответствие, в котором мы иногда живем. Мы что-то определяем как зло, мы пытаемся это осудить, но при этом не меняем себя, а находясь во зле, мы пытаемся осудить зло, а по сути еще больше погружаемся в это зло, а не избавляемся от него. Другое место хочу вам привести из «Деяний святых апостолов», 15 глава, я прочитаюсь 1, 2, 6, 7 стихи. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». И 6, 7 стих. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгам рассуждений Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». И дальше идут уже постановления, с которыми, в принципе, позже и были отправлены и церкви из язычников получили мир и утешение и радость. И вот я хотел бы подчеркнуть здесь это выражение по долгому рассуждению. Что значит долгое рассуждение? Это значит, что была дана возможность разным точкам зрения высказываться. То есть, эту ситуацию, которая возникла и из-за которой возник конфликт и разделение, когда апостолы и пресвитеры собрались, они дали возможность под разными углами высказываться. То есть, вы должны понимать, там не было все собрание, там не была вся церковь. Вообще, как бы, такого демократического никогда не было в церкви. Не надо питать иллюзии. Демократии в церкви никогда не было. В церкви всегда существовал дар Божий, помазание Божие и никак по-другому церковь никогда не существовало. Не было общего собрания. Общее собрание – это творение коммунистов, переданное нам в уставе церкви. В церкви не было общего собрания. В церкви были апостолы и пресвитеры. И когда они собрались, вот эти вот уважаемые божьи служители, они рассуждали и под разными углами в долгом рассуждении давали возможность высказываться. Но, заметьте, что происходит после. После этого долгого рассуждения встает человек, на которого было возложено Господом власть, влияние и дар для того, чтобы ставить точку или говорить «Аминь». Вот было долгое рассуждение, были разные мнения, были разные высказывания. Петр все это слушал, братья все это слушали, не было никакого голосования. После всего этого встает человек, наделенный даром Божьим, уполномоченный властью Христовой, и он завершает все рассуждение теми мыслями, которые он считает в данный момент. Исходя из всего рассуждения, Дух Святой дает итог. Очень важно понимать, потому что, если вы поймете, если мы поймем, вот этот инструмент выхода из осуждения, нам будет гораздо легче. Это механизм, который позволил церкви не жить в осуждении. Это механизм, который научил их преодолевать споры. С одной стороны, вот в этой ситуации нужно научиться выслушивать и давать, высказывать точку зрения. Но также, с другой стороны, нужно научиться приобретать способность соглашаться с определением того, кто наделен властью от Бога. Вот это две стороны. И вы в разные моменты можете быть в разной стороне. И вам нужно учиться и тому, и другому. Когда в семье конфликты, конфликты с детьми, конфликты между супругами, конфликты могут быть в каких-то сообществах, очень важно понимать. Учитесь дать возможность людям высказаться. Пусть они выскажут свою точку зрения. Это не значит, что вы обязаны с ней согласиться. Но давая возможность выговориться, вы даете некую свободу во Святом Духе. И Дух Божий, Он присутствует в такой атмосфере. Но, с другой стороны, также надо учиться. Если с вашей высказанной точкой зрения не согласился, и человек, наделенный властью в семье, это муж, отец, мать, для детей, если мы говорим, и он определяет, то есть он выносит свой вердикт, свое определение, с этим нужно согласиться. И на этом нужно остановиться. Если вы продолжите тайные интриги, если вы продолжите какие-то политические подковерные игры, это вас погрузит в осуждение, внутри которого уже не будет благословения, а будет проклятие, потому что Бог никогда не поддерживает тех, которые живут внутри осуждения, подпитываются осуждением. Поэтому, когда мы смотрим на единство, особенно, как Господь говорит о единстве, Он говорит о единстве в формате согласия, если двое из вас согласятся. То есть единство не как единомыслие, а единство как согласие. Вы понимаете, что есть разница между единомыслием и согласием? Потому что само слово «согласие» определяет, что нужно преодолеть какой-то внутренний процесс, чтобы согласиться с чем-то. Потому что если тебе не нужно ни с чем соглашаться, значит, ты изначально единомысленен. Но Иисус говорит, если вы согласитесь, то есть если вы научитесь соглашаться, что такое согласие? Я не так давно разговаривал с одним человеком, мы говорили о некоторых структурных вопросах внутри церковного и братского регулирования. Я говорю, вот понимаешь, есть вопрос, когда если большинство мужей, братьев, служителей определили и сказали, вот это мы видим, что от Господа, и есть, может быть, другой человек, или два-три человека, или сколько-то, которые говорят, а мы с этим не согласны. Это называется разделение. И Бог не будет с людьми, которые творят разделение. Бог будет против этих людей, Он будет противостоять этим людям. Потому что если, как Петр встал, он поставил точку, он сказал аминь, вот все, что следует за этой точкой, любое несогласие – это разделение. Все, что было, это было до этого аминь. Рассуждение, то, что мы называем, это не осуждение, но все, что после аминь – это уже превращается в осуждение и разделение. Поэтому сила в согласии – это способность принять решение вышестоящего, кого Бог поставил над тобою. Тогда благословение Господне, оно будет распространяться. Итак, после того, как произнесено аминь, должны прекратиться споры, тайные интриги. Семья и церковь – не место, где есть позиция и оппозиция, это место согласия. Есть рассуждение, есть решение, и есть согласие. Все. Любой другой формат жизни будет приводить к затяжным конфликтам, изматывающим, которые не дадут благословения и будут красть мир из семьи. Итак, вот первый инструмент, который я хотел вам сегодня преподнести, это вместо осуждения – суждение, или рассуждение, как его использовать и как с ним работать. Второе. Второй инструмент, который поможет нам выходить из осуждения – это суд. Суд. И у меня второй пункт называется «Осуждение или суд». Я не буду зачитывать вам это большое место, книга «Бытие», 3 глава, с 12 по 21 стих. Здесь идет разговор у Господа с персонажами, которые там были вовлечены в действие. Это Адам, Ева, змей. И когда Господь приходит в сад, желая иметь общение с человеком, человек от него прячется, Господь обращается к нему, Он говорит, «Я испугался, я наг». Господь говорит, «Кто тебе сказал, не ел ли ты от дерева?» Он говорит, «Жена, которую ты дал мне, она». Жена, говорит, «Змей». И потом, после этого уже идет суд. Господь выносит определенный вердикт сначала змею, потом жене, а потом и Адаму. И в конце вот этой истории Господь дает им покров, то есть Он дает им кожаные одежды, чтобы они могли прикрыть наготу. То есть такой вот короткий контекст, пересказ мой, того, что там написано. И чтобы избавиться от осуждения, необходимо понять его суть. Он, осуждение, он как круг. Ты будешь ходить по кругу. Вот у Адама было осуждение, он осуждал жену. У жены было осуждение, она же осуждала змея. И поверьте, это бы не остановилось. Змей бы и снова переключился бы на другого. И ты ходишь по кругу, потому что ты осуждаешь, но ты не даешь места Божьему суду в твоей жизни. Что происходит? Адам не дает места суду Божьему. Он сам принимает осуждение и говорит, это не я, ты не можешь меня судить, потому что ты мне сам дал жену, которая это и сделала. То есть Адам не дает возможности быть суду в своей жизни, а пытается быть судьей. Вот если мы все, что имеем, это только осуждение, мы будем постоянно в нем вокруг и около ходить. Мы будем осуждать одних, других, третьих. Мы даже не заметим, когда мы в этот процесс войдем настолько глубоко, что ты уже вообще без этого свою жизнь мыслить не будешь. Ты дня не сможешь прожить, чтобы кого-то не осудить. На работу пришел, что-то не так, конечно же, есть кого осудить. По дороге идешь, что-то тебя плечом задел, конечно же, есть кого осудить. В церковь пришел, что-то не так, конечно же, есть кого осудить. Это замкнутый круг, это хождение по этому кругу. Пока однажды Божий суд, Божье определение не придет, а оно даст тебе параметры необходимые для того, чтобы ты мог выйти, порвать этот порочный круг, остановить его. Когда человек начал этот круг, Господь, он начал строго выговаривать и говорить. Он разрывает этот круг. Когда Господь дает определение поступкам и говорит о следствиях, Он не просто осуждал Адама, Еву, Он давал им возможность увидеть выход, понять следствие, но увидеть выход. И этот выход был в покрове, который Господь дал ему. Ведь Бог мог дать им возможность ходить в их стыде с теми листьями, которые они сами себе придумали. Но Господь не дал им ходить в стыде, Он дал им кожаные одежды. Господь мог наказать их смертью, потому что они приступили достойно смерти, но Господь не наказал их смертью. Господь дал им такой суд, который разорвал осуждение, который каждому дал возможность ответить за свое самостоятельно. Ведь Адам не отвечал за Еву, и Ева не отвечала за Адама. Адам не мучился в родах. Ева приняла этот суд на себя. Но Ева не была обязана пахать в поте лица, чтобы прокормить семью. Адам принял этот суд на себя, как то, что может дать ему возможность и выход из сложившейся ситуации. Но каждый понес за себя. Осуждение не дает возможности принять на себя. Оно постоянно пытается перекинуть на другого. Поэтому, если мы впали в какое-то осуждение, первое, что нам необходимо, нам необходимо молиться и просить, чтобы приходил Божий суд. Ведь Давид так много времени посвятил. Читайте псалмы. Он так странно говорит для нашей евангельской души о судах. Мы о судах боимся, Божий говорит. А он говорит, я желаю судов твоих. Они для меня лучше, сота, меда, слаще они для меня. Читаешь его, удивляешься. Вообще ты о чем, Давид? Ты с какой церкви, Давид? Мы тебя не понимаем. Поэтому и живем в осуждениях. Потому что нам нужно возлюбить Божьи суды, Божьи определения. Не бояться. Он не оставит нас в стыде. А если я откроюсь Господу? А если я позволю Богу определить и судить вот эту сферу моей жизни? А что будет дальше? Я тебе скажу. Точно чего не будет. Это не ты не будешь постыжен. Потому что написано, никто, уповающий на Христа Иисуса, не будет постыжен. Аминь. Поэтому, когда мы приходим к Богу, каким бы ни было осуждение внутри нас или каким бы осуждением к нам не приходили, нам нужно ожидать и искать Божьего суда. Когда мы говорим о судах Божьих, очень важно также обратить внимание, чтобы мы не путали человеческий суд с Божьим судом. Человеческий суд не объективен, потому что мы видим только представленную информацию, но не видим внутреннего процесса покаяния, исповедания, наказания, то, что происходит с человеком от присутствия страха Божьего. Мы часто этого не видим. Мы знаем только ситуацию. Поэтому Господь предупреждает нас, Евангелие Луки, 6 глава, 37 стих, «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». И Господь, Он говорит не о том, что мы не имеем права давать какое-то заключение тому или иному поступку. Это противоречило бы самой концепции развития Церкви, когда апостол Павел говорит, что если какой-то брат, сестра остаются в алкоголизме или в бандитизме, или еще в чем-то, что не угодно Господу, с таким даже не есть вместе и не садиться за один стол. И в других ситуациях он говорит о дисциплинарных взысканиях и так далее. И здесь не имеет в виду Господь, что мы не имеем права о чем-то судить или что-то определять. Он говорит, что мы не должны в нашем суждении или в нашем определении ситуации пользоваться только своим интеллектом или своей душой. Мы должны доверять Святому Духу. И мы должны давать возможность Духу Святому совершать определения и помогать нам понимать эти определения. Необходимо помнить, что есть неизменный Бог в изменяющемся мире. Когда мы пытаемся определить какие-то поступки или судить о каких-то поступках, нам не надо однобоко смотреть и думать, что мы вообще не можем участвовать в каких-то дисциплинарных процессах или процессах определения. Но, с другой стороны, если мы чувствуем, что не Дух Божий движет нами, очень важно остановиться вовремя. Потому что, когда апостолов не захотели принять в одном селении, они настолько были разгорячены властью и влиянием Иисуса Христа, которая через них проявлялась в изгнании небесов и так далее, что они говорят, «Хочешь, мы огонь сведем на этот поселок?» Иисус говорит, «Остановитесь, вы не понимаете, какого вы Духа. Вы осудили ситуацию, но вы не рассудили и не дали место Духу Святому. Вы попали под влияние иного Духа, и Христос останавливает их, потому что они были не в правильном Духе. Поэтому, когда мы с вами даем место суду, чтобы выйти из осуждения, мы должны не попасть под влияние человеческого только суда, но давать место Господу, потому что только Он верный. Все мы не настолько верные, все мы проходим разные процессы, и каждое сердце человеческое лукавит, и нет ни одного человеческого сердца, которое никогда бы не проявило бы ни разу лукавство. Все проявили лукавство, и Бог всех простил и помиловал, только Он один, истинный и верный. Поэтому нам необходимо, чтобы не впасть в осуждение, давать место Святому Духу и молиться Богу. Когда мы даем место и время для проявления Божьего определения, тогда смотрим на реакцию людей и как Господь отвечает на эту реакцию. Иисус, Он сам стал судом Божьим и определил для нас покрытие. Написано, что Его кровь и Его плоть стали новой завесой, чтобы мы могли входить в присутствие Господа, в святая святых. Что это значит? Это значит, что Христос стал судом за нас. Он был осужден невинный, чтобы оправдать нас. И это было время, которое Бог дал нам принять и покаяться. Ведь если бы Христос не пришел в нашу жизнь, подумайте, сколько бы из нас сегодня людей все еще оставались, ну, даже если живыми, в здравом уме. Или в тех благословениях, которые мы сегодня от Господа испытываем. Если бы не Христос, который стал судом за нас, то, наверное, человеческий бы суд уже сработал и разрушил бы нас полностью. Потому что мы бы были осуждены и жили бы в этом осуждении. Христос же принес нам оправдание, потому что увидел что? Нашу реакцию. Когда мы узнали истину, эта истина сокрушила наше сердце. И это родило в нас покаяние. Об этом Павел говорит в церкви Коринфы, когда он их обличал и говорил, что среди вас творится невообразимый грех. И он сильно их обличал. И во втором послании к Коринфинам он ободряет их уже. Он говорит, из-за того, что вы опечалились, посмотрите, какая ревность, какое покаяние. То есть их реакция на Божий суд была правильная. И эта правильная реакция изменила отношение апостола и Господа к ним. Так что они вышли из осуждения и вошли в благословение. Когда мы даем время, место Господу, тогда мы смотрим на реакцию. Как Бог посмотрел на нашу реакцию, когда нам Христа проповедовали, как мы на это отреагировали. Точно так же бывает, когда человек заблудился в своих мыслях, в своей жизни, он просто обольстился. Нам нужно дать ему определение и дать время для Бога, чтобы Господь поработал с ним. И после этого времени, если реакция человека, он ожесточился в грехе, он не смиряет свое сердце, тогда мы продолжаем путь обличения. Но если человек сокрушился и смирился перед Богом, тогда мы даем то определение, которое мы видим по воле Божьей. Послание Титу, 3 глава, 4, 8 стих. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы Ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Когда мы с вами говорим о Суде Божьем, важно видеть, как Господь реагирует на то, когда Божье Слово, когда Слово касается сердца человеческого. Давайте вспомним еще одну историю к этому. Пророк идет с Божьим Словом, идет к царю, который заболел сильно, и говорит ему, пиши завещание, потому что это болезнь к смерти. Реакция царя. Он сокрушается, он плачет, он говорит к Богу, пророк этого ничего не видит, но Бог видит. И пророк еще не успел далеко отойти. Бог обращается к пророку, он говорит, царь смирился, царь сокрушился. Пойди скажи ему, суд изменился. Есть новое определение для его жизни. Бог видит ту реакцию, которую мы иногда не видим. Так было в моей жизни, когда я смотрел и знал какую-то информацию о человеке, и я понимал, что этот человек что-то делает, и я не всегда знал, как мне поступить. Особенно, если этот человек в какой-то лидерской позиции, я молился, Господь, как мне реагировать? И Бог учил меня этим процессом, что ты не видишь всего. Ты не видишь часто сокрушения, исповедания, слез. Ты должен доверять моим постановлениям. Исайя, пророк, он не видел ничего, но он должен был доверять этим постановлениям, потому что Бог видел то, чего пророк не видел. Вот когда мы говорим о суде, нам важно принимать постановления Божие и не спорить с ними, чтобы мы не впали в осуждение. Если Бог так порешил, значит, аминь на этом. Если, Адам, ты будешь с этим спорить, ну, смысла нету. Если ты будешь продолжать осуждать жену за то, что она дала тебе этот плод, ты согласился с ней есть этот плод, ты все равно будешь работать в поте лица, но еще жить с осуждением. Жена, от того, что ты будешь осуждать Адама, что он тебя вовремя не остановил, что он как не мужик, как тряпка, сказал бы ему, нет, мы бы вместе сейчас радовались, в раю бы продолжали жить. Ты все равно будешь в беременности болеть, только еще жить с осуждением. Зачем прибавлять к суду еще опустошение и неспособность получать и наполняться благодатью Божией. Поэтому суд, он избавляет нас от осуждения. Если Господь что-то определил, надо сказать Аминь, согласиться, пройти этот путь. Если какие-то дисциплинарные были взыскания, принять их во имя Господня, пройти, освободиться и получить благословение от Господа. Поэтому, с одной стороны, цена, которая освобождает нас от осуждения, это принятие и прощение, которое мы видим во Христе. С другой стороны, это смирение и преобразование, которым здесь Павел говорит Титу, что подтверждал, чтобы уверовавшие, что старались быть прилежными к добрым делам. То есть, с одной стороны, принятие, Господь дает одежды, Господь покрывает, но, с другой стороны, Он ожидает от нас этой правильной реакции, чтобы мы не... Итак, второй инструмент, о котором мы с вами поговорили, это суд. Любите Божьи суды, ожидайте суды Божьи, давайте время, не спешите ставить точку, дайте возможность еще молитве, если необходимо, может быть, взять пост, значит, пост взять, но надо дать некий буфер для того, чтобы сам Господь Духом Своим показал, потому что мы всего не знаем, только Он сердцеведец. Итак, третий, последний инструмент, которым я сегодня хочу поговорить, осуждение или ограничение. Осуждение или ограничение. Третий хороший инструмент, который может помочь нам выходить из-за суждения, это ограничение. Бытие, 3 глава, 22-24 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы ни простер он руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вообще, когда ты читаешь, кажется, немного жесткое решение. То, что делает. И так Адаму, как бы, теперь в поте лица пахать надо, утром вставать, вечером ложиться, чтобы зарабатывать. А еще такое жесткое решение. Его выгоняют из рая. Что значит? Ну, нету больше тех деликатесов, которые были раньше. И Ему не дают возможность подходить к дереву жизни. Вот кажется, на первый взгляд, жестко. Господь почему? На самом деле, эта жесткость выражает любовь Божью. И я вот такое выражение записал, можете себе его записать. Ограничивать значит ценить. Ограничивать значит ценить. Что говорит Господь? Давайте попробуем на фоне Его божественности понять, что Он говорит, когда говорит Адам теперь познал добро и зло, как бы он не вкусил от дерева жизни. Почему Господь не дает Адаму вкусить от дерева жизни? Поймите, если бы Адам в тот момент, находясь в проклятии и смерти уже, то есть он уже находится в смерти, смерть уже в нем, проклятие уже в нем, если бы он вкусил от жизни вечной, эта смерть стала бы для человечества вечной. То есть уже исправить было бы ничего вообще нельзя. Когда мы не понимаем евангельской мысли, мы думаем, что Бог поступает жестоко. Поймите, для дьявола исправить ничего нельзя. У него нету возможности к покаянию, потому что его грех находится внутри вечности, внутри которой находится сатана. Херувим осеняющий. У него нету возможности ничего исправить. У него нету шанса к покаянию. Его грех и проклятие вечны, и поэтому для него приготовлено огненное озеро вечное. Но Бог не хотел, чтобы это было с человеком. Поэтому, когда Бог ограничивает человека от дерева жизни, он ограничивает его ради того, чтобы он оставался временным, потому что пока он временный, есть еще шанс изменить его будущее вечное. Что он и сделал вследствие Христом Иисусом, изменив вечность для человека, дав возможность человеку последнего суда, на котором каждый человек однажды предстанет, мы с тобой на этот суд не являемся, мы Христовы, но те, которые не Христовы, у них еще будет шанс, аллилуйя, которого нету у сатаны и дьявола и бесов его. Поэтому, когда ты смотришь через евангельскую призму, почему Бог так жестко поступает и отсылает, ограничивает Адама, потому что Бог ценит человека и желает его спасти. Вот внутри этого контекста, поймите, когда Господь положил ограничения, Он руководствовался любовью, не желая, чтобы человек стал вечно проклятым, без возможности преобразования. Одного из персонажей хочу с вами вспомнить, это священник Ильи. Этот священник осуждал своих сыновей, Офни и Финес. Он их осуждал, потому что они делали весьма мерзкие вещи в Скинии и с народом, так что отвращали людей от священодействия. Он их осуждал, но он их не ограничивал. Он их осуждал, но он их не ограничивал. Результат. Они приобрели проклятие настолько мощное, что через поколение, поколение и поколение люди, рождающиеся у этого священника в его родословии, они не переживали сорока лет, и они не могли священно действовать в своей полной силе. Почему? Осуждал, но не ограничивал. Мы не должны жить просто жизнью осуждения. Мы кого-то осуждаем, друзей осуждаем, не ограничиваем. Если вы позволяете своим друзьям вести себя бесчинно, грубо, хамски, тем более, если они матерятся с вами или в разговоре с вами делают то, что вообще не должно, если вы не ограничиваете это, вы сами себя вводите в проклятие. Вы говорите, ну я это осуждаю. Если ты осуждаешь, но не ограничиваешь, ты открываешь себя для проклятия. Если родители осуждают своих детей, но не дисциплинируют, открывают проклятие. Если муж не ограничивают жену, если жена видит в жизни мужа нечестие и не ограничивают, она открывает, мы должны не просто осуждать, мы должны иметь способность ограничивать. Говорит, послушай, так нельзя, потому что если мы так, то тогда это приведет к нам больше еще проблемы. Итак, если мы с вами желаем выйти из осуждения, необходимо научиться ограничением, как это делает Господь. Второе послание Тимофея, 2 глава, 24-26 стих. Раву же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот когда ты читаешь на нашем как бы вот таком старом русском языке, вообще это место не очень понятно, что требуется от служителя, какой он вообще должен быть, какой-то приветливый, незлобивый, вот такой вот всем довольный, всегда улыбающий, совсем согласный. Вот наш, вот в данном контексте, я вообще люблю русский перевод, он часто очень глубокий, но вот в данном контексте, если не вникать в слова, ты вообще не понимаешь, что здесь Господь говорит по отношению к служителю, а это можно определить и по отношению к маме, к родителям, к детям, и семья, муж, жена, когда человек, наделенный определенной властью, что здесь он говорит? Первое, он говорит, когда о ограничениях, он не должен ссориться, ссориться. Вот слово ссориться, буквально на греческом переводится, как битва или сражение. То есть, когда он говорит, ты не должен ссориться, как мы думаем? О, я не хочу ссориться. Что мы имеем в виду? Я не буду говорить правду. Я не буду говорить, как есть. Я не хочу ссориться. Здесь вообще не об этом говорится. Здесь говорится, битва или сражение, то есть, не должен ссориться, значит, ты не должен быть врагом для другого человека. То есть, ты не должен принимать на себя образ врага. Ты не должен стать человеком, который вступает какую-то в длительную битву, в осаду какую-то. То есть, ты не должен быть воинственным человеком. Это не значит, что ты не будешь говорить правду. Но когда ты говоришь правду, ты не предполагаешь, я хочу с тобой развязать пяти, десяти, пятидесятилетнюю войну. Я буду изматывать тебя. Я посажу тебя на голодный паек. Нет. Вот как раз не в этом. То есть, служитель Божий или человек Божий, он не должен ссориться. Это значит, он не должен вступать в битву, в сражение и становиться врагом для другого человека. Но это не значит, что он не должен говорить правду, что он как бы ни с кем не хочет поссориться. Второе. Когда он говорит здесь, что человек должен быть кротким, написано, с кротостью наставлять противников. Что значит с кротостью наставлять противников? Это не значит подойти и мямлить так, что тебя в конце концов и не поняли, что ты хотел сказать. Слово кротость в данном случае в греческом языке звучит как спокойно или сдержано. Спокойно или сдержано. То есть, кротко – это не значит так, чтобы тебя не услышали или не до конца поняли, или сказать так обтекаемо, что то ли да, то ли нет. Это значит сдержанно и спокойно. Говорить прямо, говорить уверенно, но говорить сдержанно и спокойно. Без крика, без каких-то злоречивых слов. Говорить спокойно, твердо, уверенно. Что еще здесь написано? С кротостью наставлять. Вот слово наставление, это я сейчас вспомнил, как в одной из советских комедий перевоспитание Шурик, и такой здоровый мужчина, которого он перевоспитывал. И вот он там ему рассказывает про корабли, которые бороздят космические, а этот спит, и тот ему рассказывает про космические корабли. И вот мы иногда думаем с наставлением, это пастор тебя вызовет и начнет тебе рассказывать про космические корабли, которые бороздят просторы мирового океана. Нет, это не наставление. Я не позову тебя, чтобы тебе рассказывать о чем-то. Слово наставление здесь буквально в греческом языке наказание, дисциплинирование, исправление. Наказание, дисциплинирование, исправление. И вот давайте теперь вот этот контекст греческого в наш русский язык вложим и посмотрим, что говорит Павел буквально. Он говорит, человек Божий, ты не должен становиться врагом для другого человека, ты не должен почитать его за врага, тебе не нужно разворачивать с ним сражения, но тебе нужно, необходимо, твердо, но спокойно доносить дисциплинирование и исправление в жизни этих человеков, потому что у тебя только одна цель, чтобы дал Господь ему покаяние. И Бог помог ему или дал ему шанс выйти из этой дьявольской сети, в которую муж или жена, родители или дети впали. Важно заметить, что Павел говорит и делает акцент на возможность отношения с Богом. Да, здесь он говорит, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, когда мы говорим, Бог даст покаяние, то есть как бы Бог что-то сделает, да ничего Бог за человека делать не будет. Здесь имеется в виду, что вот этот страх Божий, вот это прикосновение Божие, что есть дать время, что взаимоотношения с Богом, может быть, приведут этого человека к покаянию. Слово, кстати, покаяние буквально звучит в греческом как перемена мыслей или раскаяния, перемена мыслей, то есть дать возможность человеку во взаимоотношении с Богом сокрушиться и изменить свои мысли. Вот я так чуть-чуть задержался, чтобы дать более расширенное вам трактование этого места. Ограничение возможностей помогает осознать свое положение, что в свою очередь помогает избежать осуждения и не приводит к жизни погруженной в проклятие. Четвертая книга Царств, третья глава, тринадцатый, пятнадцатый стих. Уже время мое закончилось, и я буду завершать постепенно. Цари приходят, царь израильский, царь иудейский приходят к Елисею. Они хотят идти на войну, у них проблемы, они хотят вступать в сражение. И Елисей говорит такие вещи, абсолютно нелицеприятные царю израильскому. Он говорит, а что ты не пошел к пророкам отца своего, матери своей? Что ты ко мне прибежал? Вот представьте, если бы я так с вами разговаривал, пришел бы пастор Антон ко мне и говорит, а что ты ко мне прибежал вообще? Иди вон там. Как ты так не можешь разговаривать? Ты же пастор, ты не имеешь права так со мной разговаривать. Ты должен меня выслушать, исповедовать, отпустить мне грехи, чтобы я был счастливым и благословенным. Елисей не церемонился. Он говорит, пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. Но тот настаивает. Елисей говорит ему, жив Господь, совов, перед которым я стою, если бы я не почитал Юасафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Представьте, вот такой разговор духовного человека, Божьего человека. Он говорит, если бы вот не этот парень рядом с тобой, я бы не то, что тебя слушать, я даже в твою сторону бы не посмотрел. И он зовет Гуслиста. Гуслист начинает играть, и рука Божья прикасается, Елисей начинает пророчествовать. Послушайте, ограничения, которые Елисей показывает этому израильскому царю, они не для того, чтобы унизить этого израильского царя, но чтобы показать, в каком он находится положении и дать ему возможность к покаянию, чтобы он, покаявшись, мог вернуться к Богу живому и истинному. Мы иногда не показываем человеку, мы иногда пытаемся всех принять. Я принял для себя уже давно, я не со всеми людьми встречаюсь, пока я не увижу Христа рядом с тобой. Если рядом с тобой не будет Христа, если я не вижу, что ты на самом деле идешь ко мне в кабинет, и ты ждешь Христа в своей жизни, зачем мне говорить с тобой, о чем ты хочешь вопрошать меня? Если ты не готов посвящать свою жизнь Христу, мы просто проведем с тобой пустое время, которое потратит мое время, и тебе никакой пользы вообще не принесет. Если ты хочешь иметь общение со мной, наставление, молитву, чтобы Бог через меня говорил к тебе, иди ко мне со Христом внутри своего сердца. Если бы, дорогие, не Христос в нас, Бог бы с нами вообще не разговаривал. Мне удивляет иногда дерзость верующих людей, когда они пытаются Богу предъявлять свои нужды. Они не приходят к Нему с прошением, они Ему предъявляют свои нужды. И хочется сказать вот словами Елисея, если бы не Христос с тобою, Бог даже бы не посмотрел в твою сторону. В мерзостях, грехах, проклятиях ты, бедная человеческая душа, была погружена, и Христос Иисус дал тебе покаяние, жизнь вечную, стал заместительной жертвой. Благодаря Ему ты сегодня есть тот, кто ты есть. И Павел говорит, будем со страхом и трепетом совершать спасение наше. Как ты можешь в дерзости так разговаривать с Богом? Как ты можешь так пренебрегать благодатью Христовой? И люди ищут ответов и не получают ответов от Бога, потому что Христа нет в сердце. Ты хочешь слышать Бога? Мой совет тебе верни Христа в свою жизнь. О, мне нужен ответ в бизнесе, верни Христа в свой бизнес. Мне нужен ответ в семье, верни Христа в свою семью. Мне нужен ответ в служении, верни Христа в свое служение. Покори эту сферу своей жизни Христу, и тогда Бог снова будет говорить, Он не будет даже смотреть в твою сторону без Христа в твоей жизни. Прославление выходите, а то я еще буду полчаса проповедовать. Когда мы даем себе ясный отчет и благодарим Бога, я благодарю Бога, потому что я каждый день молюсь Ему, я говорю, Господь, я знаю, если бы не Ты, Иисус Христос, в мою жизнь никто бы не посмотрел, в мою сторону многие люди бы даже не посмотрели. У меня бы не было сегодня жены, она бы не посмотрела в мою сторону без Христа. Может быть, как и я тоже без Христа не посмотрел бы в ее сторону. Христос в нашей жизни стал залогом ответов Божьих. Страшно потерять Христа из своей жизни. Страшно остаться без Христа в своем сердце. Послание Колоссянам, 3 глава, 12-15 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». Жалобу – греческое слово там буквально обозначает упрек, если кто имеет на кого упрек. «Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Когда мы с вами служим Господу, когда мы живем в семье, нам не надо бояться, что время от времени будут определенные ограничения, и нам не надо воспринимать ограничения чрезмерно болезненными, но нам надо понять и научиться вот этому искусству жить вместе. Если Господь возлагает на нас какие-то ограничения, сегодня Господу предъявляет, где чудеса Твои, где знамения Твои, вместо того, чтобы, Господи, почему сегодня эти ограничения? Каково мое положение перед Твоим лицом? Что сегодня беспокоит Тебя в моей жизни? Когда люди воспринимают дисциплинарные взыскания в церкви так болезненно, мне всегда немножко горько за таких людей, потому что эти ограничения, они помогут сохранить Тебя и дать Тебе шанс, возможность к восстановлению, исцелению и приобретению. А если я не дам Тебе сейчас этих ограничений, ты даже не понимаешь, насколько губительными могут быть последствия вот этой вседозволенности и всей допущенности. И то, что я прочитал последнее место, это как финальное такое место, я его выбрал, как финальное место. Здесь написано, чтобы мы, как святые Божии, возлюбленные, облеклись милосердием, благость, смиренобудрием, кротость, долготерпение. У меня нет времени на греческом давать все эти слова. Если у вас есть словари, вы можете сами посмотреть, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Аминь. Это взаимное прощение. Когда, знаете, мы боремся постоянно. Почему я должен постоянно просить извинения? Почему она должна... Должно быть взаимное прощение. Должно быть взаимное принятие. Должно быть взаимное извинение. Да я во всем прав. Взаимно извиняйтесь. Вы знаете, это дает такую свободу, такую благодать, когда мы способны говорить друг другу «извини». Даже если мы оба правы, и мы оба извиняемся, это усиливает, это дает такой умножающий эффект благодати Христовой. Потому что Он говорит, как и Христос простил вас. Это освобождает нас от осуждения. Это дает нам свободу. Христос делает нас привлекательными для помазания, для Божьих ответов. Подобно и мы должны привлекать благословение, а не проклятие. Аминь. Чтобы Господь Бог говорил, благодаря Твоим родителям, я Тебя благословлю. Благословляю Тебя ради мужа Твоего. Благословляю Тебя ради жены Твоей. Благословляю Тебя ради пастыря Твоего, ради церкви Твоей, ради брата Твоего, ради сестры. Мы должны, как Христос, Он делает грешников привлекательными Богу. И Бог благословляет грешников. Ради Христа Иисуса нам открыты все обетования. Вот наши жизни должны быть таковыми. Чтобы благодаря тому, что мы есть в этом городе, в этой церкви, рядом друг с другом, Бог говорит, послушай, ради Тебя вот хочу и их благословить. Он пришел к Аврааму, Господь, говорит, ради Тебя, Лота, пощажу. Ради Тебя, десять будет там не уничтожиться домгомору. Ради Тебя, пощажу. Вот Ты перед моими глазами настолько ценен, что Ты привлекаешь благословение и на тех тоже. Вот нам нужно быть, как Авраам. Нам нужно быть, как Христос, чтобы привлекать не проклятие на жизнь других, а благословение. Аминь. Аминь. Продолжение следует...